доброе утро с ума сойти время пол шестого уже машину носятся видите фонарь горит и солнышко там собирается вставать только если бы не машина вообще тишина была нет уже кому-то не спится у тебя-то не спится в три часа проснулась и все и глаз кали без машин хорошо собаки гавкают петухи орут в калиновке прохладненько так прям хорошо не жарко только сейчас комары налетят ну что вот такое утро всем с добрым утром всем здоровья и хорошего настроения а утро у меня сегодня вот я с чего начала залезла на верхнюю полку надо убраться на ней там пылище ну и вот за одну мою все вот эти свои которые я сама делала вот это вот я из испании привозила уже сколько 14 лет с ума сойти как время летит вот это вот я делала бутылочку вот такую ну это египет это сашки в египте делали египтяне а это на сэбр любимый болгарский мой любимый город так но это только первая партия там еще много перестирала все вот эти вот шторочки свои пылища год я их не трогала конечно вот эту полочку я убрала все помыла вот тут вот все помыла кружки где тоже все аж в паутине осталось у меня меньше недели как приедет марина со своим семейством и вот я все начинаю все убирать на втором этаже надо вымыть алинкин дом вымыть ну там грязи то нет но пылище потому что на втором этаже у меня дверь открыта постоянно а пыль вы сами видели как у нас пыль тут летит и в алинкином доме тоже самое постельное белье у меня все перестирана тоже надо посмотреть может где шторы чего поменять ну сами понимаете 10 человек едет вот это вот я все шторочку постирала вот это вот вымыла кружки все перемыла не доходят руки-то милые до всего этого а пыль собирается ой ну и вот начала вот эту полка вон тут еще сколько видите все это надо помыть паутина тут вот всю пыль поснимала со светильника с картиночек паутину там всяко где чего у меня не квартира музей все это требует ухода а времени нет на это ну вот видите да каком состоянии вот сейчас сниму она полище сколько сейчас сниму постирать для надо кучу то подшить у меня что-то тут да я вообще хочу его распороть и переделать что-то у меня как-то тут не нравится мне как я его сшила ну ладно надо в первую очередь постирать я не знаю может быть кто считает что я ленивая что редко убираюсь вот дома нет я не ленивая просто человек творческий и мне жалко времени вот на все это это ведь как начнешь как начнешь это затягивается надолго а мне интереснее что-нибудь поделать чем вот это вот возиться с этим делом все люди разные вот я вот такая но я уже убираюсь навожу порядок когда припрет а так мне как-то это неинтересно вот мои золотые спасибо вам я вот читала комментарии спасибо огромное вы у меня люди тонко чувствующие красоту понимающие я вами горжусь вот сейчас буду еще вам показывать что девочки мне на присылали очень обидно что мужчины остаются в стороне их и так у меня мало ну хоть снимите что нибудь покажите я всегда говорю мужской взгляд другой и на жизни на природу и вообще на все поэтому это еще интереснее ну а девчулям моим спасибо огромных спасибо присылайте вы знаете мои дорогие я вот что заметила как только я вот так постригусь на меня нападает такой трудоголизм что прям не остановить я не знаю с чем это связано но вот есть такое дело прям хочется все мыть все убирать обычно так посмотрю на это дело думаю надо потом думаю да ладно потом а тут прям вот я не знаю почему может нет лишних волос и нет лишних мыслей дурацких фиг его знает вот помыла свои баночки с песками с разных морей это с красного моря из египта вот это белое моря наша северная вот это и гейское море ты из греции я привозила намокла банка черное море вот это с каспийского моря очень жалко что у меня не осталось с канарских островов стани рифа песка я его привозила мало и весь его использовала он вот такой вот вулканический вот видите вот такой вот ну он посветлее потому что это я лаком покрывала но он вот такой темный темно-серый жалко была у меня задумка еще сделать кое-что с этим песком но больше нет к сожалению это алинка моя делала смотрите какая интересная внутри это стекло там это алинкин чайничек из шри-ланки такая хорошенькая я не пользуюсь жалко боюсь разбить вот такую я бутылочку делала зимним севастополем обычно фотографии везде да летние ну что мои дорогие ловите еще шедевры присланные нашими девочками вот ольга из омска прислаю прислал уже второй раз мне кота я потерял его вот всема пьет воду из-под крана вкусная водица бутылочка Ой, мои дорогие, Наташа Козлова из Барнаула прислала видео с собакой. Эту собаку, сбитую на обочине, подобрала дочка с мужем. Мало того, что её сбили, когда делали ей рентген, оказалось, что у неё пуля внутри. Так её и назвали, пуля. Вот она у них живёт. Вы посмотрите, это она у них на огороде рвёт и ест горох молодой. Девочки, горошку не хватает. Ой, спасибо вам огромное за собаку. Боже мой, господи. Спасли животное, какие молодцы. Спасибо. Спасибо. Боже мой, господи. Вы посмотрите, сама-то Наташа какая рукодельница. Пальто, какие вяжет для девочек. Занавески. Умница какая. Мои хорошие. Леночка Котельникову прислала из Забайкалья. Лес какой у них шикарный. Ой, не могу мне в такой лес-то. Ой, как хочется. Какая, Леночка, у вас красота. Просто вот прям, ой, душой отдыхаешь. Смотришь, когда. Здравствуйте. Всем привет из солнечного Забайкалья. Но наша Забайкалья сегодня далеко не солнечная. День у нас стоит пасмурный. Потому что сегодня 2 августа. И вроде как должен быть уже дождик. Мы с вами находимся в лесу. Наконец-то у нас выдалась такая возможность сходить в лес. Пособирать грибочки. Хоть какие-нибудь. Я знаю, Любовь Николаевна, вы очень любите лес. И любите такое занятие, как собирать грибы. Я это дело обожаю. Местное время у нас 18.30. В лесу мы находимся буквально 5 минут. Из-за этих 5 минут я нашла только одну сыроежку. Гуляем по лесу. Если даже и не наберем грибов, все равно хотя бы мы прогуляемся. Подышим воздухом. Вот что-то я смотрю, что грибочков почему-то нет со всем. Одни сыроежки и то попадаются редко. Дятел где-то стучит. Если поймаю, то попробую заснять. В лесу мы не одни. Много здесь грибников попадаются друг к другу. Навстречу комары кусают. Кричат друг друга. Кто Таню, кто Аню. Вот так. Посмотрите, как у нас красиво. Лес не опасный, заблудиться не страшно. Там внизу проходит главная трасса, главная дорога. А то у меня только подружка убежала. Куда-то надо сейчас ее кричать. Где моя Наталья? Грибница еще та. Так же, как и я. Ну вот, мы с вами немножко прогуляемся по лесу. После сумасшедшего рабочего дня часа два походить по лесу за счастье. Здрасте. Елочки. Молодые елочки. Так красиво, как будто питомник у нас здесь в лесу. Но пока мы ходим, ходим пока ничего нету. А мы и не жалеем. Прогуляемся по лесу. Время не пока два часа. У нас есть. А воздух какой! А запах! Девочки! Я нашла грибочек. Как бы вам показать-то покрасивее. Рыжик. красавец, рыжик. Вот рыжика я нашла. Так. Дальше пойдем. Рыжик. Есть. Какой же воздух. Даже как-то, знаете, голова кружится. Весь день в кабинете. от звонка до звонка бабульник. Вообще-то должны быть маслята. Но почему-то нету маслят. Не знаю. в прошлом году много было. Не помню, какой-то был даже праздник у нас на работе. Нас отпустили после обеда домой. И мы после обеда поехали в лес. Вот. И я почти два ведра привезла грибов. А в этом году не знаю. И туманы у нас, и дожди, я уже говорила, честно сказать, поднадоели. Елочки какие. Елочки. Какой лес густущий. Кошмар. Так, надо мне как-то мухи, комары возвращаться обратно. Сюда, где моя наталья. Видите, через какие дебри пробираемся. Елочки, елочки. Так. как-то лес то ли горел, то ли как. Комары облупили со всех сторон. Хотя мы аэрозолью нафышкались. как-то у нас пасмурно сегодня, не весело. ну да, 2 августа должен быть всегда дождик. в ночь субботы на воскресенье поливал всю ночь. часов 5 он точно шел дождик. Какие-то елочки желтые стоят. Не особо красивые. как-то в перемешку и желтые и зеленые как будто больные какие-то елочки стоят. Девушка пришла уже поужинать. Скажет, а что это ты, бабушка, да? Не шевелись все. Да? Несу, несу. Вон уже упало что-то. Ой. Что-то засыхает у меня вот эта канна. Остальные все такие зеленущие. А она что-то желтеет и желтеет. Так. Ну, что у нас тут с гранатами? Растем. Растем. Большие, маленькие, разные. Ага. Розочки. Ой. У тебя опять обрезать надо. Ой, мои хорошие, я тут с этими переживаниями с Макариком на два дня сахар был 16. Я прям даже немножко напугалась. О, они еще расцветать будут. Главное, ничего такого не ела. И такой сахар здоровенный. Ну, а дерево-то прям... Надо же, я говорю, я поотрезала у него он как дал в рост. Решил, что быстренько нужно еще семян навырабатывать. Гляньте, высоченный-то какой. у меня опять тут цемент. Решила сделать здоровую трехэтажную штуку. тут не имется мне, да? я говорю, какое же это лето, где заливает вон Керть, Сочи, Краснодарский край, а у нас хоть бы капельку упало. так хочется дождика, а его нету и нету уже давным-давно. Вот так. Все как у русских, где густо, где пусто. Ой, так вот люблю эту штуку. На индийской выставке когда-то покупала. она у меня и как штора висела еще в Мурманске в спальне. И как покрывала, и как простыни, как вот, постирала, потому что теперь уже, девчонки, под утро прохладненько становится, хочется чем-то накрыться. Все, лету конец. Вот так вот. Ну вот и опять вечер. Опять день пролетел. Ничего как-то мне не знаю, не о чем сейчас поговорить, ничего в голову не лезет. Да как-то и новенького-то вроде ничего нету такого. Ничего я не смотрела интересного, чтобы с вами поделиться. Ничего такого не узнала. Вот. Все вот ковырялось, ковырялось с цементом, с этим, со своими делами. Вот. Мужчина шел, увидел, что я снимаю, развернулся и пошел в сторону. Ладно, надо ему дать возможность уйти. Так что, мои дорогие, пылище, как оно надоело, это пылище. Вот. Так что, давайте прощаться, давайте отдыхать. пусть все у вас будет хорошо. Не болейте, не грустите, пишите комментарии, ставьте лайки. Будем пробовать вылезать из этой ямы. Не знаю, сколько это продлится. Ну вот, хотя бы до конца месяца посмотреть надо. Спасибо вам большое. Спасибо, я говорю, даже по нескольку комментариев пишут девочки. Дай бог вам здоровья. Ладно, лапуськи, пойду я. Надо поужинать. Да, меня там еще дела ждут. Я украшения переделываю. Ну, в смысле, я его сделала, оно мне не понравилось. я его решила переделать. Да, переделываешь. Бывает и по нескольку раз. Вот очень хочется мне делать украшения такие, знаете, как сказать-то, ну, вот, как в Тунисе, в Непале делают. из таких неровных бусин, из таких вот прям, ну, из крупных. А нету. Есть два вида, но они между собой не сочетаются, а прям хочется. Ну, это теперь до Питера, когда в Питер попаду тут-то, где я чего куплю. Ну, ладно, давайте, мои хорошие, хорошего вечера вам и спокойной ночи. Пусть всё будет хорошо. Ну, и надеюсь, завтра увидимся. Пока-пока, мои дорогие. Пока! Субтитры